ДЖИВАН МИРЗАЯН МИРЗАЯН ДЖИВАН МИРЗАЯН Скульптор и живописец из испанской Меслаты, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, является вице-президентом Ассоциации Арарат, Меслата, Валенсия, Испания. Все, что может и все, что умеет, как любой другой член Ассоциации вкладывает в продвижение ее целей. МИРЗАЯН 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 Смотрите моего МИРЗАЯН 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 такой. Музей. Вот это Ленина, вот я тогда, я много работал над этой темой. Ну, заказ я очень много делал. Карабостроительный институт новый, который строили, да, это Ленинском проспекте, тоже в фойе сделал большой рельеф. Я мастерской делал весь ремонт. И окно, пол вообще отворился, и кухня, и туалет, другая комната, двери вообще разрушены были, окно не держал, дерево уже гнило было. И вот четыре года назад я все ремонт делал. И вот сейчас видишь, какой удобный. Ну, все говорят, как на квартиру похож. Я считаю, что мастерской должен быть такой, не бардак. Художник должен спокойно сидеть в хорошее место и работать. Тогда результаты будут иметь. А если приходишь в мастерской, все камень брошены, это брошено, там, мои друзья говорят, а как ты лепишь? Ну, смотри, как я леплю. Спокойно сижу и леплю. А если нужно большую работу, это можно другое место делать. Не обязательно в мастерской. Да, вот так и делаю. Это армянский цима Геннадзе. Это тоже моя семья, вот это. Вот это. Я тебе говорил, да, что у меня там памятник? Ты был у Мерзаяна, Жан Михайлович Мастерской, Новослевский, 18 линия, дом 13, которой я уже 35 лет, это моя мастерская. После окончания Академии художества. Учился у Ани Кушина. Закончил хорошо. В интернете это все написано. Я очень благодарен, что учился у Михаила Константиновича Ани Кушина. Вот, 1985 года, член Советского художника СССР. Я много заказов делал. А потом поставил памятник в Испании. И на цвета Армении. Вот сейчас новый заказ. Не заказ, а называется Родина. А скульптура тоже буду в Испании. Вот и все. Так и живу. Здесь и в Испании. Мне здесь нравится и там тоже. Геноцид армян, это массовое уничтожение народа, которое к великому прискорбию Армении и всего мирового сообщества произошло по ряду политических и исторических причин. Устроили его турецкие власти. И первые даты резни называют 1915 год. Но многие специалисты по истории и этнографии считают, что он продлился вплоть до 1923 года. По разным источникам за этот период турки вырезали и подвергли депортации, числом не менее нескольких миллионов. Но если разбираться в массовом уничтожении армян, то становится понятно, что ненависть, как и истребление, начались гораздо раньше. Предысторию следует начать с образования армянского народа. Он является одним из наиболее древних. Ведь первые исторические свидетельства об образовании государства Армении восходят еще к VI веку до н.э. Но первые монополии, которые представляли собой отдельные города, а несколько позже и княжества, которые потом и послужили основой для образования современной Армении, появились еще раньше, около двух. 0000 лет до н.э. Рассматривая исторический период, на который пришелся расцвет этого государства, то случилось это во время правления Тиграна II Великого. Именно под его руководством Армения расширилась до максимальных размеров. Ее территория стала включать в себя обширные земли от Ефрата до Средиземноморья. Но были разные периоды, которые включали в себя как процветание, так и междоусобную войну. Но этот народ имел свою территорию, на которой должен был процветать. Интересен исторически еще и тот факт, что именно Армения стала первым государством, которое официально признало христианскую религию на государственном уровне. И это не могло понравиться ближайшим соседям, туркам, которые являлись идейными противниками, так как исповедовали мусульманство. Но это случилось несколько позже. А первоначальные конфликты все же были обусловлены исключительно территориальными спорами и желанием безраздельно владычествовать в регионе. Такая борьба за власть вылилась в многочисленные военные столкновения между турками-сельджуками и отдельными армянскими княжествами или объединенной Арменией. Стоит обратить внимание, что и сама новообразованная христианская страна постоянно была раздираема внутри политическими конфликтами и борьбой за трон между разными династическими линиями и влиятельными армянскими семьями. В XI веке произошло еще одно негативное событие. В результате внутренних политических конфликтов Армения распалась. Этому поспособствовало образование отдельного независимого образования хиликийского государства. Но и оно просуществовало недолго. Пало под натиском мусульман. Его развалу поспособствовали одновременные персы, и арабы, и турки-сельджуки. В результате чего армяне были вынуждены расселяться на разные территории, чтобы сберечь свои жизни. Это привело к существенному снижению их численности. Именно распад киликий привел к фактической потере государственности на многие века. Вот кратко причина возникновения начала межнациональной ненависти между армянами и турками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok